Библейский портал экзегет.ру представляет 45-й псалом для библейского портала Экзегет. Читаем перевод российского библейского общества. 43-й депрессивный, 44-й ликующий. Они сталкиваются друг с другом. Мы читали и комментировали. 43-й, Господи, Ты нас забросил, оставил. Ну что ж ты так с нами-то, а? 44-й, свадьба царя, все наоборот очень хорошо и радостно. Я еще говорил тогда, что это не случайный такой контраст момента. Уныние, депрессии можно вспоминать о моментах славы, признания, радости, счастья. И 45-й объясняет, а как же с этим быть? Вот все вроде плохо, но мы вспоминаем, что когда-то было хорошо и что это помогает. Мы неизбежно задаем себе такой вопрос, прочитав до 45-го. И 45-й старается нам ответить. Начальнику хора сынов Короха напев Аламод песни. Но мы уже привыкли, что начальник хора у нас тут все время присутствует. Собственно говоря, это какие-то указания на манеру исполнения. Сынов Короха — это некоторая группа священников, левитов скорее даже, которые, наверное, поют. Да, хор, грубо говоря, определенный причем хор. Напев Аламод, какая-то мелодия, на которой исполняется этот псалом, мы не знаем ее, ноты не дошли до нас и вряд ли были. Ну, а песни — один из жанров. Иногда у нас есть какие-то сложные жанры, а иногда просто слово «песнь» используется. Итак, просто песнь. Бог, прибежище нашей силы, помощь в любой беде. Не устрашимся, если земля сотрясется, и горы обрушатся в глубины морей. Шумят и кипят воды, содрогаются горы, вздымаясь. Музыка. Вот река, чьи потоки веселят Божий город, святое жилище Вышнего. Бог посреди него и город не дрогнет. Придет утро, Бог поможет ему. Шумят народы, волнуется царство, Бог подл голос и трепещет земля. «Господь воинств с нами, наш оплод, Бог Иакова». Музыка. Придите, взгляните, что совершил Господь, как Он землю сделал пустыней, положил конец войнам по всей земле, сломал луки и копии, сжег колесницы. Уймитесь, знаете, что я Бог, я возвышусь над народами, над всей землей. Господь воинств с нами, наш оплод, Бог Иакова. Музыка. Вообще, формально, это псалом про землетрясение. Вот предыдущий был про свадьбу, этот про землетрясение. Смотрите, тут земля сотрясется, горы обрушатся в глубины морей, содрогаются горы, взымаются. Это такое большое серьезное землетрясение. Я не переживал большого. Маленький пару раз переживал. Это очень страшно, когда вдруг ты находишься там, сидишь на своем месте или лежишь, если это ночь, и вдруг все начинает трястись. Думаешь, сейчас все рухнет, и вообще какой ужас. Вроде вот земля самая твердая, неподвижная, и она трясется. Какой кошмар. И в жизни тоже так все время бывает. Вот ты был уверен в чем-то, оно вдруг затряслось. Там в людях ты был уверен, в обстоятельствах, в работе, там в деньгах своих был уверен. А вдруг взял банк и лопнул. Со мной была такая история. Я выясняю, что мне, конечно, что-то вернут там по страховке, но вот сейчас у меня в кармане там чуть-чуть до дома доехать, а на счету ноль, потому что счета больше нет. И ты начинаешь думать, а что с этим делать, да? Как с этим быть? И вот ответ. Бог, прибежащий нашей силы, помощь любой беде. Вот простой такой ответ. Вот река, чьи потоки веселят Божий город, святое жилище Вышнего. Иерусалим, там особо никаких больших рек нету. Иордан, ну, он далеко от Иерусалима. Или некий собирательный образ. Вспомним, что у нас в 45-й псалме у нас был образ оленя, стремящегося к водам, на водопой. Олень жаждет. Вот как олень жаждет напиться воды, так душа моя жаждет Бога. А вот и река. Подходи, черпай, пей. Ну, понятно, что это не столько образ реальной реки, сколько, наверное, символ, метафора. Да, это вот что-то такое, к чему можно прибегнуть, когда ты жаждешь Бога. Бог посреди него. И город не дрогнет. Придет утро, Бог поможет ему. Вот землетрясение, а город стоит. Ну, так не бывает, да, как раз. Города страдают больше всего. Природа там как-то переживет землетрясение. А вот в городах дома рожатся. Придет утро, Бог поможет ему. Вот смотрите, сейчас, допустим, ночь, сейчас вы в Вавилонском плену, сейчас все плохо, сейчас земля трясется, то, что казалось незыблемым, колеблется. А утром Бог поможет, ничего. Шумят народы, волнуется царство, Бог подал голос и трепещет земля. То есть вокруг нас все время что-то происходит. Какие там последние новости? Что сегодня по телевизору сказали? Что в интернете написали? А в газетах? Ой, какой кошмар. Шумят народы, волнуется царство, да? Я абсолютно уверен, что вот в любой день, когда вы будете смотреть эту запись, вот точно что-то произойдет на тему «Шумят народы, волнуется царство». Я не знаю, что, но произойдет. Бог подал голос и трепещет земля. Господь воин с нами, наш оплод Бога Иакова. За последние где-то три примерно тысячи лет в этом смысле ничего не изменилось. Хотя каждый день нам подсказывают другую повестку новостей, другую информационную программу. Вот, собственно говоря, ответ. Уймитесь, знайте, что я Бог. Я возвышаюсь над всеми народами, над всей землей. Господь воинств с нами. Наш оплод Бог Иакова. Вот ответ на те мучительные размышления, которые в 41-42-43-м. И через вот эту инъекцию радости в 44-м. Давайте вспомним про царскую свадьбу. Как же было здорово. Приходим мы к этому выводу. Все это от Бога. Банальный вывод, да. Вообще, вы знаете, в псалтирии невероятно много банального. Тут очень мало свежих и новых идей. Чем она цена? Тем, что ты можешь их проживать. В нашей жизни вообще очень много банального. Мы каждый день встаем, умываемся, завтракаем и так далее. И проживаем более-менее одно и то же, только в разных комбинациях. Вот псалтирь – это такой учебник молитвы, в котором мы можем найти вопросы для того, чтобы их задать Богу и самим себе. Ответы, чтобы не остаться с одними вопросами. Вот были псалмы-вопросы. Псалом 45-й – это ответ. И следующий, 46-й, этот ответ немножко разовьет и продолжит. Субтитры создавал DimaTorzok